Всем привет, дорогие друзья! Свершилось! Наконец-то Xiaomi Mi 9T Pro, то есть глобальная версия Redmi K20 Pro на процессоре Snapdragon 855, дебютировал в Европе. Его официальная цена составила там 400 евро, то есть 30 тысяч рублей. В России он будет анонсирован очень скоро, по цене я знаю какой, но вам не скажу. Чуть дороже вот этих вот 400 евро. В руке у меня не прошка, это обычный Mi 9T, он же Redmi K20, как все сложно, как все запутано. Он на процессоре Snapdragon 730 и выглядеть прошка будет точно так же. В этом видео я хочу поделиться мыслями про линейку Mi 9. Mi 9, Mi 9T, еще Mi 9 SE у меня был и скоро будет Mi 9T Pro. Давайте вот попробуем понять, кому что лучше всего купить или может быть подождать Mi 9T Pro или нужно прямо сейчас бежать в магазин, давайте разбираться. И у Xiaomi есть еще продукт, который реально топ, топище за свои деньги, с чем вообще никто не спорит. Xiaomi Mi Mi Band. Первое поколение, второе, третье, четвертое. С ними ходят не только фанаты Xiaomi, но и те, кто предпочитает iPhone, Samsung, Huawei, Honor. Вообще увидеть можно на руке любого человека. Реально народный продукт. И недавно вышел Xiaomi Mi Band 4. Да, вот он у меня на руке, с цветным экраном. Замечательный девайс. И я знаю, где его купить по очень хорошим ценам. Друзья, лучшие цены, самые выгодные акции мы собираем в группе скидки и акции mobiltelephone.ru. Ссылка вот, но я продублирую ее еще в описании. Переходите. Телеграм-группа. Смотрите, даже закреплено здесь. Угу. Mi Band можно купить за 1600 рублей. Друзья, надо брать, но перед этим обязательно вступите в эту группу. Вот, смотрите. Ну, что тут еще можно показать сходу? Realme 3 Pro. Скидочка. DJI. Скидка. ROG Phone 2. 35 тысяч рублей. Я аж сам думаю, может заказать, а ROG Phone 2 за 35 тысяч. Блин. Переходите. Начнем с самого маленького. Xiaomi Mi 9 SE. У меня под рукой его, к сожалению, нет, но он у меня был, и я помню. Какой он? Какие у него плюсы-минусы? А плюсы у него, знаете, я выявил только один. Это габариты. Только размеры. Вот размеры, да, он этим берет. И, по сути, это, наверное, уникальный телефон, который сочетает в себе такие крепкие, середняковые, подфлагманские, даже в некоторой степени флагманские характеристики. Хорошая камера, например, у него флагманская, да. И в то же время компактные размеры. Это действительно сочетание очень редкое. Про камеру нужно дать пояснение, что хвалить я ее хвалю, но в определенных сценариях, потому что там нет оптической стабилизации, так же, как у Mi 9 и также, как Mi 9. Mi 9 SE не очень хорошо фотографируют в условиях недостаточного освещения, и с видео там что-то прям не очень. Поэтому этот телефон для Google камеры, вот прям создан для Google камеры, которая очень хорошо подтягивает его фотовозможности. Еще мне у Mi 9 SE понравился экранчик. Диагональ маленькая, но цветопередача шикарная, дисплей реально хороший. Понравилась и автономность, удивительно, но с такой диагональю небольшой телефон в моих тестах работал чуть-чуть дольше, чем большой Mi 9. А вот если вы любите играть, то посоветовать Mi 9 SE для игр я не могу по двум причинам. Первая причина, она лежит на поверхности, это небольшой экран. Целится в кнопочки маленькие, управлять, все смотреть, вглядываться не очень комфортно, особенно если вы уже имели опыт с большими диагоналями. Вторая причина, она скрыта в телефон, это процессор. Snapdragon 712, он не очень производительный и усугубляет положение, компактность. Телефон компактный и теплу уходить особо некуда, и он сильно греется, и результатом сильного нагрева становится сильнейший троттлинг. FPS, когда вы немножко поиграете на Mi 9 SE, начинает жестко просаживаться. Начинка просто перегревается, и телефон, находясь в шоке, скидывает частоты и начинает тупить. Просто в играх появляются лаги. Официальная стоимость Xiaomi Mi 9 SE в России составляет 25 тысяч рублей. Конечно, можно достать и дешевле даже в России, а из Китая заказать будет вообще выгодно. Но все же, если мы говорим о рознице, то 25 тысяч рублей, мне кажется, несколько дороговато за этот телефон, который все же я считаю компромиссом. Если вы любите размеры, готовы пожертвовать игровой производительностью, готовы вглядываться в экран, а для многих это вообще не проблема. То есть мне в комментариях часто пишут, что охотятся за компактными телефонами, их сейчас мало стало, очень сложно что-то выбрать, и Mi 9 SE реально будет находкой для вас. 25 тысяч за те характеристики. Сканер в экране, хорошая автономность, хорошая камера. Если поставите Google камеру, вообще все будет здорово. Ну, наверное, нормально, но можно найти и дешевле. Вот. Я бы себе не брал, потому что я, нет-нет, да все же мобильные игры играю, и я все же уже избалован большими диагоналями. Но если вы ищете что-то компактное, то выбирать особо не с чего. Вот, Mi 9 SE, да, есть компактный телефон, почти флагман. Samsung Galaxy S10e есть, Huawei P30, но они все дороже, минимум на 7 тысяч, если по акции P30 найти. А если в рознице смотреть, то там разница в цене уже там 10-15 тысяч. Да, Xiaomi Mi 9 SE стоит на него обратить внимание, если любите компактные размеры. Но я вас предупредил, для игр он не очень. Если вам хочется получить все то, что предлагает Xiaomi Mi 9 SE, но с экраном побольше и с игровой производительностью, без каких-либо компромиссов, то для вас существует Xiaomi Mi 9. Обычный Xiaomi Mi 9, вот, сканер в экране, шикарный AMOLED-экран, вырез капелькой. Выглядит он очень круто в таком цвете, рекомендую, друзья. Он как бы черный, но в то же время серый, породистый, серый, дымчатый цвет. Дымчатый, да. Очень классно выглядит. Я считаю Mi 9 более интересным предложением, чем Mi 9 SE. Вынесем за скобки диагональ больше, игровую производительность. Дело в том, что он стремительно дешевеет. Он очень выгоден по цене сейчас получается. Дешевеет он не потому, что он не ликвидный или плохой, а потому что у Xiaomi появился Mi 9T, потому что вот-вот появится Mi 9T Pro на рынке, и уже продается перешитый, там, Redmi K20 Pro, да, на глобалку. Выходят новые модели, и Mi 9, как старая модель, просто начинает падать в цене. Но при этом он остается все тем же хорошим, крутым Xiaomi Mi 9. И на самом деле разницы между Mi 9 и Mi 9T Pro практически никакой, кроме форм-фактора. Что там выдвижная фронталка, а здесь фронталка вот в экране. Процессор тот же, память, ну разный набор есть, камеры отличаются в основном программной обработкой. Вот и все. Зачем ждать дорогой Mi 9T Pro, да, если можно прямо сейчас взять Mi 9, ну пусть и в устаревшем дизайне. Вот я считаю, что вот этот самый Xiaomi, это топ за свои деньги. Вот это он. Xiaomi Mi 9T, он же Redmi K20. Это телефон, который, мне кажется, в наименьшей степени интересует фанатов Xiaomi, и в наибольшей степени интересует людей со стороны, которые ранее не имели дел с продуктами бренда. Потому что стоит он, как такой хороший середняк, почти флагман в России, 26 тысяч рублей от 26 тысяч рублей. Из Китая тоже, знаете, не дешево он от 21 тысячи, кажется, идет. Но при этом процессор Snapdragon 730, который недалеко ушел от Snapdragon 710. На нем особо не поиграть. У нас есть подробный обзор на канале. Посмотрите игровой обзор, где мы сравниваем игровую производительность Mi 9T, Mi 9 SE и Google Pixel 3a XL. Короче, для игр он подходит не очень хорошо. То есть он уже несколько выпадает из обоймы смартфонов Xiaomi, которые топ за свои деньги. Он стоит хороших денег, но при этом начинка у него не самая производительная. В то же время у него качественная камера, хорошая фронталка, выдвижная. И мне кажется, что в первую очередь он интересует не гиков, не там Xiaomi Mi фанов хардкорных, а тех, кто хочет получить модный телефон в современном форм-факторе без каких-то жестких компромиссов. Ну, Snapdragon 730, наверное, большинству все же людей хватит. Ну, кто из вас играет, да? Вот мы проводим игровые тесты и регулярно я в комментариях встречаю такое мнение, что ты заколебал тестировать игры. Мобильные игры говно. Я не согласен, мобильные игры не говно, я сам играю. Но допускаю, что большинство юзеров, они реально не играют. Либо в какие-то время убивалки и Snapdragon 730 за глаза вам хватит. В общем-то, да, хороший телефон по цене Mi 9 почти. Что бы вы взяли, а? Вот скажите. Но если вам хочется получить такой модный телефон с выдвижной камерой, как Xiaomi Mi 9T и при этом с мощнейшим чипом на рынке, почти мощнейшим, да, потому что Snapdragon 855 Plus появился, то дождитесь Xiaomi Mi 9T Pro или купить Redmi K20 Pro. Но я советую все же дождаться нормальной европейской версии, чтобы потом никаких проблем с прошивкой не было. Вряд ли, конечно, они есть, но все же мало ли что. Изначально я считал серию Xiaomi Mi 9 несколько перегруженной. Но вот сейчас понимаю, что там каждая модель стоит на своем месте. Вот Mi 9 SE. Туда поставили чип, который достаточен для аудитории, которая не хардкорная, которая хочет просто средство связи компактное. Да, пожалуйста, вот есть такой телефон. Поставив они туда Snapdragon 855, то это неизбежно отразилось бы на цене Mi 9 SE. Он стал бы дорогим, и тогда вообще бы никто его не покупал. А так, ну, недорогой, хороший, классный телефончик. Да, он на своем месте. Mi 9, который первое полугодие, реально был очень востребован. Мощный телефон, которого подвела несколько камера без оптического стабилизатора. Но все же умельцы Google камеру прикрутили, и вообще претензий особо никаких и не осталось к Mi 9. На своем месте он. Спустя какое-то время вышел Mi 9T. Он же Redmi K20. Почему вообще он изначально вышел как Redmi? Потому что это молодежный телефон. То есть его реально позиционируют как молодежное решение, модное. Поэтому он весь такой переливающийся. Если хотите телефон построже, то выбирайте его в черном цвете. Там нет таких языков пламени. Да, телефон на своем месте. Это альтернатива Huawei и Honor, который в сегменте до 30 тысяч просто озверели. Да и Samsung тоже там появились очень интересные. Вот. Mi 9T хорошая альтернатива и пользуется высоким спросом. Но если вы хотите прям вот все лучшее от Xiaomi на сегодня, то ждите Xiaomi Mi 9T Pro без каких-либо серьезных компромиссов. Да? Современный дизайн и Snapdragon 855. Надеюсь, это видео как-то помогло вам понять, что вам все же нужно, что для вас лучше подходит. Лично я бы занес деньги, наверное, за Xiaomi Mi 9. Потому что у него сейчас очень хорошая цена, различные акции идут. Потому что он не сильно отличается от Xiaomi Mi 9T Pro. А на выдвижную фронталку мне по сути пофиг. Да. В то же время, друзья, я понимаю, что ваше мнение наверняка отличается от моего. Поэтому я прошу вас написать в комментариях, какой телефон вы бы выбрали и почему. Мне правда интересно. Я читаю почти все комментарии и стараюсь отвечать по мере возможности. Но знаете, что с вероятностью 99% я прочту ваш коммент и учту ваше мнение. Оно мне не безразлично, друзья. С вами был Евгений, мой был Телефон.ру. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, тыкайте колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Пока-пока.